Здравствуйте! Сегодня у нас Компас 3D и очередной прототип. Пересматривал на днях сериал «Ставка больше, чем жизнь» о похождениях бравого польского разведчика Ганса Клосса. А вот, кстати, и он за рулем своего автомобиля, коллега Штирлица. Это вообще автомобили 30-х, 40-х, а до 20-го века, это, на мой взгляд, целая эпоха дизайна, автомобильного дизайна, вытянутый капот, крылья, напоминающие действительно что-то из области авиации. Фары такие выпуклые, ласки. Но реализовывать мы будем не весь этот прототип, а именно старинное авто, «Олдкар» сегодня у нас предмет нашего обсуждения. А, пожалуй, только вот эти именно характерные части, а именно капот, радиатор и крылья, вот такие вычурные, округлые, вытянутые. Чем мы будем еще пользоваться? Мы будем еще пользоваться некоторой документацией. Немножко порылся в интернет вот такой вот чертежик. Да, возможно, это тоже что-то с трехлучевой звездой на капоте, но, возможно, не то, что было на телеэкране, на этом кадре из телесериала. Ну, будем использовать этот чертежик в качестве размерных ссылочек. Кое-какие размеры здесь приводятся. Чертеж этот взят с ресурса. Вот, Pinterest. Пользователь Игорь Липинский предоставил вот этот ресурс пользования любителям старинных авто. Ну, теперь давайте приступим к реализации. Попробуем что-то сделать с этим прототипом. Итак, создаем в компас новую деталь. В свойствах этой детали прописываем наименование. Пусть это будет старинное авто. Пусть и не все целиком. Применяем настройки. Сохраняем файл в папке проекта. Кстати говоря, все иллюстрации, которые мы будем использовать, а также результаты проекта есть в ссылочке под видео. Итак, сохраняем файл детали. Старинное авто. С чего мы начнем? Начнем мы, пожалуй, с образующей капота. С образующей капота вот этой части. Ну, или на кадре. Это вот этот вот контур. Сразу оговоримся, что мы будем создавать половинку корпуса автомобиля. Точнее, его передней части. А потом попробуем отзеркалить. Итак, начинаем с вот этого контура, с его половинки. Итак, выбираем в качестве проектного пространства плоскость YZ. Выбираем эту плоскость и создаем на ней эскиз. Эскиз разворачивается у нас параллельно экрану автоматически. И начинаем формировать контур. Отрезочек. Берем команду отрезок. Отрезок можно сразу же попробовать сделать вертикальным. Вот такая вот трассировочка. Должна появиться угол 90. Теперь нижнюю вершину этого отрезочка давайте установим на одну горизонталь с началом координат. В ограничениях находим выравнивание. Указываем точку отрезка, точку начала координат и указываем направление выравнивания по горизонтали. Теперь ширина, точнее половина, ширина образующей капота, задний образующий. Вот этот размерчик. Можно в принципе взять здесь за основу чертеж, который мы нашли. Вот это примерно размер пополам. 73 дюйма примерно. Итак, устанавливаем линейный размер. Кстати говоря, можно включить режим отображения степеней свободы. Так, чтобы удобнее было контролировать, что у нас еще не образмерено. Итак, размер горизонтальный. Величина размера у нас будет 650 миллиметров. Итак, у нас осталась одна степень свободы по вертикали. Выносим этот размер. И высота у нас будет 850 миллиметров. Высота капота в задней части, примыкающей к кабине. Итак, и теперь, что касается верхней части. Верхней части образующей у нас небольшое скрунение должно быть. А потом, собственно, верхняя крышка капота надмоторного люка, можно сказать так. То есть, вот эти вот два элемента нужно реализовать. Итак, берем команду дуга. Для начала команда дуга. Дуга по трем точкам. Указываем точки. Первая точка. Немножко с помощью колесика мышки можно увеличить, приблизить. Изображение эскизное. Вторую точку на дуге. И третью точку указываем где-то пока произвольным образом. Видим свободы, которые есть у этой дуги. Закрываем команду, завершаем ее. Размер. Размер этой дуги устанавливаем. Радиальный размер. Будет 50 миллиметров. Сразу же делаем установку касательности. Вот здесь. Выбираем ограничение касательности. Дуга. И отрезочек. Имеем одну степень свободы. Завершаем команду касания. Немножко поможем системе. Выделим дугу. И если у нас этот дуговой сегмент не имеет свободу, мы немножко вот так вот этот дуговой сегмент к нашему будущему местоположению подтянем. Вот эту точечку вершины. Немножко поможем системе. Итак, теперь следующий элемент дуговой. Опять же команда дуга. Опять по трем точкам. Начало завершений предыдущей дуги. Конечная точка. И какая-то точка промежуточная. Итак, у нас есть еще одна дуга. Для этой дуги что мы сделаем? Установим на одну вертикаль конец дуги и начало координат. Команды ограничения выравнивания по вертикали. Точку центра дуги. Эта точка видна тогда, когда у нас отображаются степени свободы. Обязательно включаем отображение степени свободы. И опять же команда выравнивания. На одну вертикаль ставим эту точку и точку вершины дуги. Соседние сегменты дуговые у нас должны касаться. Поэтому включаем режим касания между ними. Вот такой вот режим. И устанавливаем радиус дуги. У нас еще степень свободы имеется. Размер дуговой. И величина радиуса у нас будет большая довольно. 2200 миллиметров. Построение мы выполняем в масштабе 1 к 1. Вот такой у нас контур получился. Он полностью образберен. Степени свободы отсутствуют. Это хорошо. Завершаем работу над данным эскизом. Сохраняем проект. Теперь нужно заняться передней образующей капота. Это вот эта часть. Там где находится радиатор. И начнем мы с вот этого ребрышка. Которая разделяет радиатор на две, условно говоря, плоские части. Вот эта ребрышка наметена. Для этого создаем эскиз. Эскиз создаем на плоскости XZ. Вот на этой плоскости. Эта плоскость перпендикулярна эскизу, который мы уже изобразили для задней образующей. Итак, изображаем отрезок. Обычный эскизный. Сразу же под небольшим наклоном. И теперь устанавливаем этот отрезок в системе координат эскиза. Во-первых, выравниваем нижнюю вершину этого отрезка с началом координат на одну горизонталь. Затем устанавливаем протяженность капота. Опять же, по нашей схеме, вот это примерно, вот это расстояние. Вот это расстояние. И вот это ребрышко реализуем, напоминаю. Итак, расстояние мы это определяем величиной 1900 миллиметров. Размер горизонтальный. Так, вводим величину 1900 для этого размера. Итак, с нижней вершинкой мы разобрались. Теперь верхняя вершинка. У нее две свободы. Размер, линейный размер по вертикали. Вариант размера по вертикали 850, то есть чуть ниже задней образующей капота должно у нас получиться. Сейчас посмотрим. Вот примерно вот так. И угол. Угол наклона нам нужно задать. Итак, размер угловой. Размер мы выбираем между осью Х системы координат эскиза. И нашим наклонным отрезочком. Угол устанавливаем 76 градусов. Итак, у нас исчезли степени свободы. Эскиз готов. Завершаем команду образмеривания. И выходим из этого эскиза. Ребрышка готова. Теперь можно через это ребрышко провести вспомогательную плоскость. Вспомогательную плоскость, на которой будет изображаться образующая радиатора. То есть вот этот вот контур примерно. Он проходит этот контур через плоскость, которая естественно проходит через вот это ребрышко. Берем команду рабочая плоскость. Можно в твердотельном моделировании, например, во вспомогательной геометрии найти. Итак, несколько методов создания вспомогательных рабочих плоскостей. Мы выбираем плоскость через ребро под углом. Выбрали метод. Выбрали ребрышко. В данном случае это отрезок эскизный. И плоскость. Плоскость указываем XZ. Ту плоскость, на которой отрезок был изображен наклонный. И теперь нужно задать угол, собственно, клона. Можно использовать при этом манипулятор. Примерно как нам нужно эту плоскость расположить. Устанавливаем угол минус 76 градусов. Завершаем команду. Итак, плоскость под углом. В контекстном меню выполняем команду редактировать, если эта плоскость у нас уже получилась. Ага, угол не изменился. Он был создан автоматически системой. Вводим все-таки минус 76. Применяем команду. Контролируем результат. Да, вот теперь вот эта плоскость для размещения эскиза контура радиатора располагается как надо. Под небольшим углом к перпендикуляру к осевой плоскости нашей модели. И теперь на этой плоскости изображаем, собственно, контур, необходимый нам. Создаем эскиз. Выбираем нашу плоскость. Проецируем в эту плоскость отрезок на оси симметрии модели. Этот отрезок мы выполняем вспомогательным типом линии. В контекстном меню выбираем тип линии вспомогательный для этого отрезка. Ну а теперь, собственно, основной контур изображаем. Берем команду отрезок. Изображаем отрезок произвольным образом. Теперь этот отрезок необходимо сделать параллельным. Проецированному отрезку. Вот таким образом. Завершаем команду параллельность. Теперь определяем половинку ширины радиатора. То есть вот это расстояние. Берем команду линейный размер. И между крайними точками отрезков устанавливаем горизонтальный размер. Этот размер устанавливаем величиной 420 миллиметров. У нас осталось две степени свободы у этого отрезка. Устраняем эти степени свободы линейными размерами, но уже вертикальными. В нижней части 270 миллиметров. Степень свободы ушла. И в верхней части также вертикальный размер. Величина 120 миллиметров. Также степень свободы у нас ликвидирована. Ну а теперь собственно контуры. Контуры здесь также слажены. Организуем по две кривые дуговые. Одну небольшую и вторую чуть-чуть побольше сверху. И внизу аналогично. Одну чуть поменьше, другую чуть побольше. Итак, инструментарий дуга. Дуга по трем точкам. Первую точку в отрезок. Дышим отрезком. Третья точка произвольна. Касательность. Между дугой и отрезком. Далее. Радиус данной дуги. Радиальный размер. 50 миллиметров установим. Вот такой дуговой сегмент. Немножко этот дуговой сегмент подворачиваем. Вот таким образом. За одну из его границ, которая у нас имеет степень свободы. И еще одна дуга для верхней образующей. Дуга по трем точкам. Ставим вершину предыдущей дуги. Третья точка произвольна. И вторая также. И вторая, и третья также произвольно пока. Теперь устанавливаем расположение данной дуги. Вначале выравниваем центр дуги по расположению проецированного отрезка на одну вертикаль. Точку дуги устанавливаем на вершину проецированного отрезка. Далее касательность между дугами. И собственно с верхней частью мы разобрались. Нижней примерно аналогичные манипуляции. Выбираем инструмент дуга. По трем точкам метод. Небольшой дуговой сегмент. Завершаем команду. Касательность. Между отрезком и дугой. И еще одна дуга. Крайние точки. По трем точкам. Не забываем метод. Третья точка произвольно. Завершаем команду. Совмещаем вершинный дуг. Центр дуги, нижней дуги, ставим на проецированный отрезок. Точку на кривую можно поставить. Например, вот так. Радиус нижней дуги установим достаточно большой величиной. Укажем ее 1100 миллиметров. И, наконец, касательность между дугами. Вот такой у нас получился контур. Цвет он изменил. Он полностью определен. Завершаем установку ограничений. И выходим из эскиза. Вот такой у нас получился эскизный контур. Теперь можно попробовать сформировать поверхность капота. Для этого нам нужно будет сформировать два контура из наших эскизов. Из которых мы будем создавать этот самый капот. Итак, находим в твердотельном моделировании команду в элементах каркаса контур. Итак, первый контур можно, наверное, выбрать автоматически. Щелкаем по одному элементу эскиза. И все остальные касательные выбираются автоматически. Применяем команду. Завершаем ее. Вот у нас появился первый контур рабочий. Второй рабочий контур мы из профиля радиатора получим. Также выбираем команду контур. Здесь уже, наверное, имеет смысл ручной выбор установить, поскольку нам не все элементы понадобятся из эскиза. И аккуратно выделяем именно то, что нам нужно. Верхний сегмент, дуговой небольшой сегмент и вертикальный. Вот эти три элемента. Кривые из эскиза. Три в данном случае. Применяем команду. Вот у нас получился контур 2. Кстати говоря, эскиз, на основе которого этот контур создавался, эскиз 3, у нас жив и здоров. Но он единственное скрыт системой. Можно отобразить его, можно скрыть. И теперь, собственно, приступаем к формированию поверхности капота. Итак, для этого переходим в каркасы поверхности. И находим команду поверхность выдавливания. Это набор методов, поэтому среди этих методов нам нужно выбрать подходящий. Это метод поверхность по сечению. Указываем те контуры, которые мы только что образовали. Используем древо для задания параметров команды поверхности по сечению. Итак, сечения. Контур первый. Вот он у нас выделен. Попал в выбор сечений. И контур второй. Вот он попал в выбор. И вот такой вот у нас уже прототип выполнения команды. Применяем команду. Никаких дополнительных настроек здесь, по всей видимости, не требуется. Завершаем команду. Вот у нас получилась поверхность по сечению. Вот такой у нас имеется уже капот. Смотрим на ссылочное изображение. Вот примерно такой результат мы получили. Далее нам нужно заняться крыльями. Это наиболее, с моей точки зрения, интересный элемент данного прототипа. Сохраняем нашу модель. Крылья мы будем также встроить по ключевым сечениям. Первое ключевое сечение у нас будет по внешней форме крыла. Примерно по вот этому контуру. Ну или этот контур вот на чертеже. Можно более подробно посмотреть. Это примерно вот это образующее. Вот этот контур нам понадобится. Находится он на некотором расстоянии, на габаритном расстоянии от оси модели. И, соответственно, в задней части переходит в подножку. Акто. Итак, переходим в нашу среду моделирования. И создаем рабочую плоскость, на которую данную образующую мы будем изображать. Итак, берем рабочую плоскость. Создаем ее смещением от осевой плоскости модели. Осевая плоскость модели, это у нас плоскость XZ. И от нее мы делаем отступ. Делаем отступ. Величину этого отступа, как половина габаритной ширины автомобиля, у нас будет 920 мм. Завершаем команду. Вот такая у нас рабочая плоскость. На этой рабочей плоскости мы создаем эскиз, образующий крыла. Выбираем эту плоскость. Плоскость разворачивается параллельно экрану, так чтобы было удобно выполнить построение. С помощью колесика немножко отдаляемся. И теперь намечаем точки контура. Точки контура мы будем использовать немного. Одна точка у нас в схеме координат уже есть. Это вот эта точечка. И еще две точки мы зададим. Одну в верхней части и одну в передней части для образующей. Для вот этой образующей. Итак, в инструментах эскиза находим команду точка. Указываем первую точку, точнее вторую. Первую у нас начало координат эскиза. И еще одну. Завершаем команду для создания точек. А теперь эти точки нужно образмерить. Образмеривание ведем от начала координат. Линейный размер. Итак, для второй точки. Размер горизонтальный. Устанавливаем величину 1500 мм. И по высоте эту точку определяем. Также от начала координат. Вертикальный размер 600 мм. Устанавливаем. И третья точка. Начинаем, допустим, вертикальный размер у нас, текущий. 190 мм. И остался один размер по горизонтали для этой точки. Ну и для эскиза в целом. Величина у нас будет 1950 мм. Итак, точки у нас определены. Можно завершить команду образмеривания. И теперь изобразить гладкий контур. Гладкий контур. Вот этот вот контур. Изображаем его с помощью сплайна. В геометрии эскиза. В группе команд геометрии эскиза. Находим сплайн по точкам. И указываем точки. Начиная с точки начала координат. Первая точка. Вторая точка. И третья точка. Вот такой предварительно сплайн у нас получается. Завершаем команду. Принимаем ее. Нам нужно настроить форму этого сплайна. Двойным кликом по этому сплайну. У нас точки пронумерованы. Итак, вершина первая, вторая и третья. Соответственно, в табличке параметров сплайна первая, вторая и третья точка. Первая точка. Для первой точки устанавливаем управление касательностью. Касание у нас организуется направлением. Это направление у нас будет с помощью маркера установлено как горизонтальное. Угол 180. Интенсивность этого касания. Перехода в касание вот в этой области. Двигая маркер, либо с помощью поля, можно задать эту величину. Определим ее равной в 1100. Итак, горизонтальная направляющая. Интенсивность 1100. Вторая точка сплайна. Переходим ко второй точке. У нее способ задания будет автоматический. Без какого-то специального задания. Третья точка сплайна. Здесь может быть кое-какую настройку управления касательностью мы сделаем. Угол касания установим 250. Округлим это текущее значение до 250. А интенсивность касания укажем 1700. Округлим текущее значение. Практически без изменений оставляем. Форма примерно сплайна нас устраивает. Применяем команду. Вот такой вот сплайн. Контур получился у нас. Применяем команду. Завершаем работу над эскизом. Это крайне образующие крыла автомобиля. Но это не все, что нам нужно. Понадобится нам, кроме того, образующие, которая верхнюю кромочку крыла образует. Вот эта кривая. Видно, что эта кривая находится выше по уровню, чем крайняя. И где находится эта кривая? Это находится кривая там, где самая верхняя точка крыла располагается. То есть, вот этот контур, верхний контур, нам нужно будет располагать, по всей видимости, на другой рабочей плоскости, которую мы расположим на расстоянии от той, на которой изобразили крайний контур, который по вот этой плоскости сейчас у нас находится. Итак, создаем вначале рабочую плоскость со смещением внутрь к оси модели от имеющейся смещенной рабочей плоскости. Создаем смещенную плоскость. Указываем исходную рабочую плоскость и смещаемся к оси модели на расстояние, укажем это расстояние 170 миллиметров. Отрицательное видим значение. Принимаем этот вариант. Завершаем команду. Вот у нас получилась плоскость. Будем считать, что по этой плоскости у нас будет располагаться наивысшая точка контура, которая будет образовывать поверхность крыла, самую выпуклую точку этого крыла. И теперь на этой плоскости нам нужно создать контур, примерно подобный тому, который мы уже сделали. Создаем эскиз. Выбираем плоскость. И на этой плоскости сейчас будем изображать эскиз. Итак, для того, чтобы упростить себе работу, давайте спроецируем в начале ключевые точки предыдущего эскиза. Вот эти ключевые точки. Итак, команда проецирования. Аккуратно указываем эти точки. В точку начала координат также. И теперь нам нужно создать новые точки, по которым мы будем строить подобный контур. Он несколько выше текущего. Итак, для этого берем команду опять же точка. И указываем точки. Одну, вторую и третью. У этих точек есть по две степени свободы. Эти степени свободы нам нужно устранить. Команда выравнивания, во-первых. Итак, первую точку с началом координат на одну вертикаль устанавливаем. Вторую точку со второй точкой исходной также на одну вертикаль. А третью точку и третью точку исходного контура на одну горизонталь. Поставим. Это условно, но так будет немножко прочно. Меньше размеров придется указывать. А итоговая форма, будем надеяться, от этого пострадает не сильно. Но, скажем так. Итак, теперь, собственно, создаем контур. Задаем контур. Итак, что мы для этого делаем? Для этого мы выбираем команду spline. Опять же, spline по точкам. Указываем позицию первую, вторую и третью. Вот такой вот spline получается. Применяем команду. Завершаем ее. Spline проходит через точки, которые имеют степени свободы. Попробуем устранить эти степени свободы размерами. Берем команду размеры. И проходим по этим точкам. Первая точка. Итак, вертикальный размер. Высота смещения, пускай будет небольшая, 40. Вот эта высота у нас будет определять, по сути, высоту порожков модели. То есть, вот эта вот величина примерно. Далее, вторая точка. Также размер вертикальный. Устанавливаем 110 миллиметров. И третья точка. В данном случае это автоматический горизонтальный размер. Точки у нас выровнены по горизонтали. Здесь 140 миллиметров устанавливаем величину. Теперь нам нужно немножко поработать над формой данной кривой. Завершаем команду размеры. Открываем двойным кликом кривую на редактирование. И проходимся по вершинам. Первая, вторая и третья. Итак, первая вершина. Устанавливаем касательность. Направление касательности. Направление касательности у нас будет также близкой к горизонтальному. Устанавливаем 180 угол. Длину касания прописываем 1130. Такую вот величину. В принципе, все это настраивается. Но пока для ориентировки. Итак, для второй вершины. Вот для этой. Настраивать мы, пожалуй, ничего не будем. Автоматический уровень. Автоматический тип сопряжения в этой вершине. А вот третью точку немножко поднастроим. Включаем управление касательностью. И немножко перезадаем. Длину касания 1750 поменьше делаем. И направление угла 260 градусов делаем. Вот такую чуть более выпуклую форму крыла мы хотим в верхней точке получить. Применяем настройки сплайна. Завершаем данный эскиз. Вот такая вторая образующая у нас. Самая выпуклая часть крыла получается. Сохраняем модель. Следующая направляющая для формирования крыла модели у нас будет располагаться по оси модели. То есть по вот этой осевой плоскости. Форма этой образующей будет близка к основанию модели. То есть вот примерно вот этому основанию. Единственное что нам нужно предусмотреть. Это некоторый вынос формы крыла в передней части перед радиатором. Вот здесь вот некоторые участки. Есть площадочка небольшая. На нашем кадре из сериала. Вот это прикрыт номером. Вот это участок как раз. И вот эту часть сейчас нам нужно будет задать. Сформировать вот этот контур. Для этого укажем точку выноса. Точка выноса. Для этого создаем в каркасе и поверхностях точку. Точку для начала. Метод для создания точки выбираем соответственно переносом. Переносом от точки нижней радиатора по горизонтали. Горизонтальное направление это у нас ось Х. То есть вот в этом направлении. Смещение указываем величиной 90 миллиметров. Вот такое смещение задаем для точки. Завершаем команду. Так неудачно. Надо еще разок создать точку. Итак. Точка переносом. От точки радиатора нижней. По направлению Х. Указываем смещение. И вот к этому смещению задаем расстояние 90. Вот теперь применяем команду. Вот теперь все как надо у нас получилось. Есть точка. И теперь контур образующий. Как уже было сказано. Он будет практически горизонтальным. С небольшими вариациями. Создавать этот контур для крыла. Для формирования крыла. Мы будем на плоскости ХЗ модели. Создаем эскиз. В качестве плоскости выбираем ХЗ. Вот это велененькую плоскость. В эту плоскость мы спроецируем сейчас необходимую геометрию. Плоскость развернулась параллельно экрану. Не спеша. И теперь указываем точки. Которые нам будут для этого необходимы. Итак. Во-первых. Точка. Созданная нами. Только что. Смещением от нижней точки радиатора. Затем сама нижняя точка радиатора. И наконец еще одна точка нам понадобится. Это точка верхнего среза. Верхнего среза крыла. Вот эта точечка понадобится. Вот мы эти три точки спроецировали. Раз, два и три. Теперь эти точки нам нужно определенным образом соединить. Разворачиваем эскиз параллельно экрану. Итак, первые две точки мы соединяем обычным отрезочком эскизным горизонтальный участок. А вот второй отрезочек от вот этой точки, от второй до последней, третьей мы соединим с помощью сплайна. Почему сейчас оговорим. Итак, вызываем команду сплайн. По точкам. Указываем первую точку сплайна. И вторую точку. Это проецированные точки. Итак, нам нужно добиться, чтобы вот этот сплайновый отрезчик был, во-первых, имел плавный переход с первым горизонтальным отрезчиком. То есть вот в этой области, чтобы был плавный переход у нас. И чтобы в крайней точке этого сплайна, в свободной точке, тоже был плавный переход к условной горизонтали нашей модели. Для этого нам понадобится управление касательностью. Двойным кликом переходим к редактированию этого сплайна. Хоть и по двум точкам, но это тем не менее сплайн. Итак, первая точка. Управление касательностью. Выбираем. Итак, угол здесь округляем до 180 градусов. И длину касания здесь укажем 250 миллиметров. Не очень существенно, но тем не менее эту длину нужно указать. Итак, вторая точечка. Для второй точки. Также нужно прописать направление касательности. Также горизонтально. Не 170, 7, а 180. Вот таким образом переход по касанию у нас будет в горизонтали. И интенсивность длина касания также 250 миллиметров. Применяем эти настройки. Вот такая у нас получается образующая. Завершаем эскиз. Итак, сейчас для формы крыла у нас имеются три образующие. Первая, вторая и вот эта третья. Образующая составная. Из отрезочка и сплайна. Скажем так, это продольные направляющие. Но теперь нам нужны и поперечные. И начнем мы с задней поперечной направляющей. Начинается эта направляющая, собственно, с элемента порожка. Вот этого. Там, где порожек на нашей модели. Вот этот участок. И вот эту направляющую мы сейчас будем реализовывать. Итак, для этого мы создаем эскиз. Эскиз на плоскости YZ модели. Это вот эта красная плоскость на YZ. В эту плоскость мы спроецируем сейчас точки. Так, чтобы базироваться на них. Итак, указываем точки. Команда проекции. Крайняя точка на первой образующей продольной. Нам нужна не ось, а точка. Аккуратненько вот эту точку нам нужно поймать. Для проецирования. Поймали. Далее, точка на второй продольной образующей. Есть. И точка крайняя на третий образующей, который мы недавно построили. Вот у нас есть три точки. Теперь по этим трем точкам нам нужно построить контур. Контур будет строиться из отрезка. Протяженный участок у нас будет отрезок. От третьей точки до второй. Это отрезок. А от первой до второй точки. Вот здесь вот между этими двумя точками. Мы построим опять же сплайм. Поскольку нам нужно плавно перейти к горизонтальному участку. И плавно перейти определенным образом к краю крыла. Создаем сплайн эскизный. Указываем точки. Первую и вторую. Завершаем команду. Никаких больше точек нам не понадобится. И теперь настраиваем режимы касания в крайних точках этого сплайна. Итак, нумерация точек у нас первая, вторая. Итак, первая точка управления касанием. Горизонтальное направление касания должно быть. Интенсивность касания здесь устанавливаем величиной 200. И для второй точки. Вторая точка. Также управление направлением касания. Касание у нас должно быть к вертикали. Поэтому вот примерно вот так устанавливаем направление касания. 270 градусов. И интенсивность. Интенсивность устанавливаем порядка 100. Небольшую интенсивность. Вот такой вот у нас будет паророк модели. Применяем команду. Завершаем эскиз. Вот такая у нас получилась первая поперечная направляющая. Следующая направляющая в поперечном направлении для формы крыла будет довольно сложной. Она должна проходить через нижнюю кромочку радиатора. Через вот эту скругленную кромочку радиатора. Далее она должна достичь самой выпуклой точки контура крыла, продольного контура. И перейти вот этому торцевому контуру, опять же, крыла. Как мы будем создавать эту направляющую? Также в виде сплайнов. И сплайны эти мы будем строить, по всей видимости, на вот этой плоскости, на которой была у нас контурная кривая для радиатора изображена. Но для того, чтобы в дальнейшем нам упростить работу с построением контура сплайна, нам понадобятся ключевые точки пересечения данной плоскости с продольными кривыми для формы крыла. Создаем мы эти точки с помощью пересечения. Итак, в каркасе и поверхности точки пересечения. В точке пересечения мы создаем методом, как ни странно, на пересечении и указываем объекты. Итак, рабочая плоскость и первый эскизный контур сплайновый. Применяем команду. Вот у нас получилась первая точка пересечения. И в браузере модели. Далее еще раз та же команда. Создаем точку на пересечении в рабочей плоскости и другого сплайна. Вот еще одна точка получается. Применяем команду. Завершаем команду для создания точек. И теперь можно перейти к формированию еще одного следующего поперечного контура. Этот поперечный контур у нас будет проходить, соответственно, примерно вот таким вот образом. Через нижнюю кромочку радиатора, затем через верхнюю точку крыла и сходить в край. Итак, выбираем создание эскиза на нашей вспомогательной рабочей плоскости. Во-первых, что нам понадобится в этой плоскости сделать? Нам нужно спроецировать нижнюю кромочку радиатора. Берем команду проецирования. И аккуратно проецируем вот эти два элемента дуговых. Далее проецируем аккуратно те точки пересечения, которые мы только что получили. Рабочей плоскости эскизной и продольных кривых. Вот эти две точки. Теперь через эти элементы нам можно построить кривую сплайновую. Завершаем команду проецирования. Берем сплайн по точкам. И создаем сплайн. Первая точка. Аккуратно выбираем вторую. И третью. Вот эти точки пересечения плоскости с продольными сплайнами. Применяем команду. Вот такой вот у нас сплайновый контур получился. Достаточно неплохой контур. Но единственное, что надо здесь немножко поуправлять его смычкой с контуром радиатора. Так, чтобы вот здесь была гладкость у нас перехода. Поэтому переходим в управление формой сплайна. Двойной клик. Итак, сплайн имеет опять же нумерацию вершин. Первая, вторая, третья вершины. Итак, первая вершина нас интересует. Управление касательностью. В управлении касательностью угол мы устанавливаем угол касания 90. Вот таким образом, чтобы у нас было гладкое примыкание. Интенсивность касания ставим поменьше. 500. Вот таким образом. Для второй точечки. Вот она, вторая точка. Для второй точки также управление касательностью. Направление касания у нас будет 0, ну или 360 градусов. А интенсивность касания 400. Вот примерно вот такая более чуть выпуклая форма крыла у нас будет. И, наконец, третья точка. Для третьей точки. Управление формой касания. Устанавливаем угол порядка 270 градусов. И интенсивность касания 235. Вот такая форма кривой у нас будет. Завершаем команду. И завершаем эскиз. Вот такая у нас вторая получается поперечная направляющая. В эскизе 8. Сохраняем модель. Третья поперечная направляющая. Это направляющая по передней кромочке крыла. Вот это направляющая. Для формирования этой направляющей нам понадобится трехмерный сплайн. Сплайн 3D. В каркасе и 3D поверхностях. Находим сплайн по точкам. И указываем точки этого сплайна. Итак, первая точка на выносе перед радиатором. Далее вторая точка на самом выпуклом продольном контуре. На вершине его. И третья точка на внешнем продольном контуре крыла. Вот такая форма. Предварительно принимаем команду. Данная форма не совсем соответствует оригиналу. Нам нужно немножко ей поуправлять этой формой. Поэтому данный сплайн также двойным кликом открываем на редактирование. И немножко его настраиваем с точки зрения управления. Итак, первая точка, вторая, третья. По табличке первая точка. Управление параметрами касания. Направляющий объект. В качестве направляющего объекта у нас будет ось Y модели. Величина касания. Интенсивность касания здесь устанавливаем 1150. Далее вторая точка. Во второй точке. Также управление касанием. К объекту все тому же. К оси Y. Интенсивность. Интенсивность указываем 505. Наконец третья точка. Третья точка. Для третьей точки нам нужно установить также управление касанием. И объект в качестве направления у нас будет уже сквозь X модели. В данном случае надо изменить направление касания на обратное. И интенсивность этого касания указываем, округляем величину до 750. Вот такая примерно форма. Чуть более копийная форма. Передний направляющий у нас получается. Применяем команду. Вот такой контур получился. Для дальнейших манипуляций нам имеет смысл дать более осмысленные таптологии именно нашим направляющим. Дело в том, что мы будем применять для формирования крыла, мы будем применять команду поверхность по сети кривых. Эта команда работает по сети направляющих, которые два условных, как бы две условные координаты обрабатывают. Одну продольную, одну поперечную. Будем считать, что продольные направляющие, вот эти у нас, это будут координаты условно U. А поперечные это будут направляющие по варианту V. Итак, находим, соответственно, продольные направляющие. Вот первая, это эскиз 4 у нас. С помощью команды клавиши F2 добавляем здесь индекс, суффикс точнее, U1. Пусть это будет первая продольная направляющая. Следующая направляющая, это у нас эскиз 5. Также с помощью F2 даем имя U2, добавляем к наименованию этого эскиза. Следующая направляющая, это у нас эскиз 6. Вот эта направляющая, также продольная. С помощью F2 добавляем суффикс U3. Продольная третья направляющая. Теперь поперечные направляющие. Первое направляющее с помощью F2 даем суффикс этому элементу V, уже V1 пускай будет. Следующий элемент, вот этот элемент, также поперечный, с помощью F2 суффикс V2 по направлению V. Второе направляющее. И, наконец, сплайн, который мы только что создали, также по направлению V, даем суффикс V3. Эти изменения имен мы даем для удобства, для дальнейших манипуляций с командой, командой поверхности по сети кривых. Применяем данную команду. И начинаем указывать кривые по направлению U. По направлению продольному. Итак, U1, эскиз 4 у нас. Далее, эскиз 5, U2, кривые по направлению U. И третья направляющая у нас эскиз 6. Итак, мы указали продольные направляющие. Теперь поперечные по направлению V. Переключаемся на выбор V. И указываем первую поперечную направляющую эскиз 7, это у нас V1. Далее, эскиз 8, это V2. И еще одна направляющая у нас V3, поперечная, сплайн 1. Далее, нажимаем ОК, применяем команду. Завершаем ее. Вот такая примерно у нас получается форма крыла, заготовочка для формы крыла. Можно посмотреть оригинал на кадре из сериала. И на чертежике. Ну, вот примерно вот такая конфигурация у нас получается крыла. Сохраняем наш проект. Теперь нам нужно заняться вертикальной панелькой, закрывающей часть под крылового пространства. Вот этой панелькой. Итак, на нашем кадре вот эта панелька и на чертежике вот эта панель вертикальная на крыле. Итак, эту поверхность мы будем изображать на рабочей плоскости. Рабочая плоскость у нас уже есть. Создаем эскиз. Указываем рабочую плоскость, определяющую габарит нашей модели. Для формирования контура здесь можно будет спроецировать уже имеющийся сплайн. Для этого вызываем команду проецирование. Делаем проекцию. Для удобства дальнейших построений имеет смысл, наверное, переключиться здесь в режим каркаса. Наверное, будет удобно. И продолжаем по строению. Итак, отрезок. Команда отрезок. Крайнюю точку проекции. Отрезочек этот надо будет сделать горизонтальным. Пока произвольный отрезок. Выравниваем его. Командой выравнивание отрезочек по горизонтальному направлению. И протяженность этого отрезка указываем 1000 миллиметров. Один метр. Далее нам нужно сделать переход плавный дугообразный от этого отрезка к образующей колесной арки. Здесь, наверное, дуговой элемент нам пригодится. Дуга. По трем точкам. Указываем точки. Первую точку. Далее на сплайне. И третью точку произвольным образом. Итак, данный дуговой элемент должен касаться сплайна. Поэтому применяем команду касание. Во-первых. И во-вторых, нам нужно задать радиус этого элемента. Так, чтобы он красиво, аккуратно вписывался в габарит арки. Итак, призываем команду радиус, радиальный размер. И для этого элемента дугообразного указываем радиус. Радиус 470 миллиметров. Указываем. Вот примерно вот такой получается у нас контур вот этой панельки, которая будет закрывать часть крыла. Завершаем команду. И выходим из данного эскиза. Теперь по данному эскизному изображению нам нужно сформировать контур. Для этого находим в каркасе и поверхностях, например, команду контур. Контур мы будем формировать вручную. И аккуратно указываем элементы этого контура. Первый, второй и аккуратно надо указать третий. Вот такие три элемента. Применяем команду. Контур готов. Вот этот контур, получившийся у нас в структуре модели. Можно, кстати говоря, сейчас вернуться уже к новому изображению. И, собственно, сформировать вот эту панельку, закрывающую пространство под крылом. Сформируем мы эту панельку с помощью инструмента «Заплатка». Итак, в качестве контур указываем только что сформированный контур. Применяем команду. Вот такая у нас получилась панелька, закрывающая форму крыла. Теперь у нас сложилась такая ситуация, что есть у крыла некоторая часть поверхности, которая входит в подкапотное пространство и которой, собственно, в реальном прототипе, скорее всего, нет. Здесь подмоторная рама, оборудование и так далее находится. Вот поэтому эту поверхность нам нужно урезать. Для того, чтобы это проделать, нам нужно создать контур усечения. И вот этот контур мы сейчас с вами создадим. В каркасе и поверхностях находим в группе «Каркас» команду «Кривая пересечения». Вызываем эту команду и указываем те объекты, которые мы собираемся пересечь, найти пересечение между которыми. Это капот, во-первых, а вторая поверхность – это, собственно, крыло. Между ними система находит контур. Применяем команду. Вот такой вот контур. Но это, правда, не весь контур нужный нам. Нам еще нужен небольшой участочек под радиатором. Вот здесь вот так, чтобы у нас контур пересечения полностью перекрывал тот фрагмент, который мы должны отсечь. Итак, поэтому создаем контур команды «Контур» непосредственно. И указываем те элементы вручную, в ручном режиме, которые будут этот контур формировать. Кривая пересечения, во-первых. А затем под радиаторные дуги. Вот эти две дуги указываем. Применяем команду. Завершаем ее. Итак, у нас готов контур. Вот такой контур 4. И вот этим контуром мы попытаемся сейчас подрезать наши элементы в модели. Во-первых, крыло. Итак, усечение поверхности. Команда в группе поверхности, каркасы поверхности, грань, грань, крыло. А секущий объект это контур 4. Заштрихованная область должна оставаться. У нас все наоборот. Нужно оставить внешнюю часть крыла, а внутреннюю убрать. Поэтому сменяем направление. Вот таким образом. Применяем команду. Итак, крыло мы подрезали. Контролируем результат. Вот примерно вот такой результат получен. Крыло подрезано. Но панель капота, боковая панель капота, она все еще выступает под крыло. Здесь желательно это состояние подрезать. Опять же, усечение поверхности. Команды. Указываем грани, которые будут участвовать в этой процедуре. Указываем грани капота. Все грани обязательно. И секущий объект. Секущий объект достаточно указать вот эту верхнюю кривую пересечения. И указать ту часть капота, которая у нас должна остаться. То есть верхняя. Поэтому сменяем направление так, чтобы заштрихованная была верхняя часть. Применяем команду. Завершаем ее. Вот примерно такая форма модели у нас получается. Теперь нам нужно закрыть радиатор. Обращаемся к ссылочке. Изображение кадров из сериала. Ставка больше, чем жизнь. Итак, и теперь контур. Итак, значит заплатка. Команда заплатка опять же. И указываем элементы контура радиатора. Первый элемент контура. Второй, третий, четвертый. Здесь аккуратно, вручную указываем эти элементы. Тогда, когда у нас вот небольшая здесь штриховочка появится муаром, это означает, что контур уже полностью найден. Ну, либо можно было его с помощью команды коту сформировать. Создаем заплаточку. Итак, вот такая у нас получилась панель радиатора. Сохраняем наш проект. Теперь можно попробовать добавить толщину к панелям, которые мы создали поверхностными моделями. Для этого переходим в структурное представление. Итак, у нас есть группа поверхности. Итак, поверхность, например, 3. Это у нас боковая поверхность крыла вертикальная. Придаем толщину. Толщина этой поверхности у нас должна быть примерно 1 миллиметр. По крайней мере, интернет говорит о том, что толщина панелей облицовочных автомобилей 30-40-х годов именно такую величину имела. Итак, применяем команду. Это новое тело будет. Завершаем команду. Контролируем результат. По всей видимости, сейчас у нас панелька твердотельная. То есть, вот это, собственно, тело, которое образовано приданием толщины. У нас наружу от поверхности находится. Желательно нам сохранить этот наружный контур. Поэтому надо изменить направление придания толщины этому телу. Итак, в контекстном меню вызываем команду редактирование и изменяем направление внутрь модели. Итак, обращаем внимание, что сейчас у нас вот такой муар образуется. Пересечение по одной плоскости поверхности тела. Это означает, что сейчас у нас тело создается внутрь от поверхности. Следующую поверхность, которую мы будем обрабатывать таким образом, это, собственно, крыло. Выделяем эту поверхность. Команда, опять же, придания толщины. Толщина у нас все та же. 1 мм. Попробуем сразу же сменить направление. Новое тело. И применяем команду. Контролируем результат. По всей видимости, опять мы не угадали. Муар у нас снизу. Значит, тело было создано вверх. Смотрим, что это за тело у нас. Итак, это тело 2. Раскрываем его структуру. Придание толщины. Редактирование. Изменяем направление. Применяем команду. Итак, вот теперь, похоже правильно, муар появился. Значит, у нас поверхность и тело совпадают в данной ситуации. Тело открадывается внутрь от поверхности. Далее, поверхность 5, это, собственно, капот, верхняя часть и боковая. И придаем толщину. Толщина 1 мм. Новое тело. Применяем команду. По всей видимости, опять мы не угадали. Да. Итак, это тело 3. Итак, это тело 3. Придание толщины. Редактируем. Изменяем направление. И применяем команду. Вот теперь нормально. Тело создаётся внутрь от модели. И, наконец, поверхность 6, радиатор. Выделяем поверхность. Придание толщины. Также 1 мм. Новое тело. Создаём панель твердотельную. И также изменяем направление. Ни разу мы не угадали с направлением придания толщины. Теперь можно попробовать скрыть поверхности, которые мы использовали при создании тел. Скрываем все поверхности нашей модели. То есть, остаются у нас твердотельные видимые элементы. Теперь можно попробовать сделать зеркальную копию модели. Можно перейти в твердотельное моделирование. Массив. Массив зеркала. В качестве элементов, которые мы будем дублировать зеркально, у нас будут тела. Указываем тела. Все тела, которые мы сформировали, у нас 4 тела. И плоскость. Плоскость у нас XZ модели. Выбираем эту плоскость. XZ. В качестве плоскости от зеркаливания. Применяем команду. Завершаем ее. Теперь можно поконтролировать форму нашей модели. посмотреть прототип наш. Посмотреть чертежики. Итак, что мы видим? Мы видим здесь похожую форму. Единственное, что вот здесь вот на передней кромочке крыла, на передней кромочке, есть вот такое красивое скругление. И такое же красивое скругление у нас должно быть где-то вот здесь, вот в этой области. Вот эти вот области желательно нам скруглить, чтобы получить нормальный дизайн нашей модели. Итак, возвращаемся в структуру, в историю нашей модели. Переходим к зеркальному отражению. Конец истории перематываем немножко назад. Вот сюда примерно над зеркальным отражением. То есть отменяем как бы временно выполнение этого зеркального отражения. И теперь немножко поработаем над скруглениями. Итак, вот здесь вот, там где у нас вертикальный участок крыла. Кстати говоря, желательно нам немножко вот эту фасеточность убрать в настройках программы, в параметрах. Желательно прописать точность отрисовки, сделать ее максимальной, так чтобы здесь у нас меньше было влияние на видимость вот этих артефактов. Приближаемся к месту скругления. Выбираем команду скругления. И вот это ребрышко указываем в качестве ребра скругления. Радиус этого скругления указываем 140 миллиметров. Применяем команду. Отдаляемся от модели. Вот примерно вот такая форма у нас получается. И в передней части, в принципе, похожее действие нужно выполнить. Также находим ребрышко, нужное нам. Команда скругления. И радиус этого скругления, давайте попробуем побольше задать, порядка 200. Посмотрим, как получится у нас форма при этом. Завершаем команду. С помощью колесика мышки отдаляемся. Вот такая сглаженная форма получается. Крыла. И вот теперь можно попробовать, пожалуй, вернуть зеркальное отражение. Историю перетягиваем в завершение модели. Дожидаемся перестроения. Можно попробовать отключить видимость вспомогательной геометрии при этом. Выключаем всю вспомогательную геометрию. Попробовать переключиться, например, на перспективный вид. И попробовать использовать тонированные, без ребер изображения, полутоновые. Вот такой вариант рендера в системе. Вернемся к представлению с ребрами, с каркасом. Итак, вот такой у нас был прототип. Вот такая у нас получается моделька. Точнее, часть прототипа мы реализовали. Ну, я думаю, что пользователи смогут продолжить работу над этой моделькой. Добавить заднюю часть, посмотреть чертежи, которые также прикладываются к этому проекту. Или дополнительную информацию в интернет можно почитать, поизучать. Добавить шасси, добавить фары. Добавить, в конце концов, сам тип авто. Это может быть и легковой, и грузовичок, и пикап. Что-то такое можно пофантазировать. В том числе и модельный ряд. Можно на основе этой модельки добавить свой какой-то элемент дизайна, элементы оформления, эмблему. То есть здесь можно дальше попробовать на базе этой модельки что-то пофантазировать самостоятельно. И заодно поупражнять себя в компас и поупражнять компас. Сейчас в том числе сохраняем наш проект. Все результаты находятся в ссылочках под видео. Спасибо за внимание. И, конечно же, работайте в САП обязательно.